Привет всем, кто смотрит это видео. Вы на канале Лёша Играет, кстати, подписывайтесь. Меня зовут Лёша Халецкий, и в ближайшие несколько минут я вам буду рассказывать об игре за Центрового в режиме My Player в игре NBA 2K12. Если помните, в первой серии я вам рассказывал, куда складывать скиллпоинты для Центрового. Мы подробно рассмотрели разные навыки и прочие характеристики игрока в режиме My Player. Теперь пришло время заняться непосредственно матчем. Я решил не комментировать матч целиком, а лучше вырезать из него значимые моменты, которые относятся к той или иной способности игрока. Вот давайте сразу перейдём к первой способности. Подборы. Rebounds. Как я раньше говорил, подборы — это важнейший параметр для Центрового. Я бы рекомендовал именно подборы прокачивать в первую очередь. Особенно защитные подборы, потому что в нападении, даже прокаченные, у вас нечасто будет получаться делать подборы. Конечно, очень важен выбор позиций при подборе. Вот видите, здесь я находился в той стороне, куда улетел мячик, собственно, поэтому его и подобрал. Кроме того, надо следить за оппонентами и блокировать их подход к кольцу, чтобы вам доставались мячи, а не им. Ну и третий фактор, который влияет на удачный подбор — это время для прыжка. Вы можете прыгнуть чуть раньше или чуть позже, и мячик достанется другому. Итак, прокачиваете Defensive и Offensive Rebound и параллельно Vertical и Hands. Всё это влияет на удачный подбор. Старайтесь угадать, куда отскочит мячик, блокируете оппонента и прыгаете не раньше и не позже для удачного подбора. Блок и хорошая защита В защите главная обязанность центрового — не дать своему абоненту бросить по кольцу. Или бросить, но плохо. В принципе, главные блокирующие — это именно центровые, но блок — это идеальная защита, поэтому не всегда он вам будет удаваться. Чаще всего вы будете делать просто Good Defense — хорошую защиту. То есть ваш игрок настолько мешает оппоненту, что он промахивается по кольцу. В этой игре мне всё-таки удалось два блока. В одном, видите, я догоняю оторвавшегося игрока и сзади делаю блок. Во втором варианте, в принципе, практически то же самое, только спереди выбил у него мяч. Прокачиваете всё тот же Vertical плюс блок. Также поможет Defensive Awareness. Ну и в игре плотно опекаете своего оппонента, не давая ему бросить. Либо приходите на помощь партнёру, если он потерял своего игрока и уже не даёте тому бросить. Главное — не заиграться и не потерять своего оппонента, а то ему дадут пас, и он спокойно забьёт. Также приходите на помощь вашим партнёрам. Видите, здесь потерялся игрок, но я увидел это и помешал бросить. Переходим к нападению. Post moves или движение в посте. В общем-то всё очень легко. Получить пас, встать в пост и забить. Давайте посмотрим в другом месте. Получить пас, встать в пост и забить. Напоминаю, что встать в пост — это клавиша Y, а дальнейшее зависит от того, как вы хотите забить. Все post moves описаны в мануале или посмотрите в тренировке. Вообще, в нападении я рекомендую центровым научиться пользоваться именно post moves, потому что максимально эффективен центровой в нападении под кольцом. А добраться под кольцо не из пост moves не всегда легко. А когда вы в посте, вы можете продавить противника, вот как сейчас вы видите, подобраться поближе к кольцу и забить данг. В посте у вас больше вероятность защитить мяч от противника и меньше вероятность, что ваш бросок блокируют или вообще как-то помешают. Так что прокачиваем post moves и запоминаем сочетание клавиш для исполнения таких бросков. Самая веселуха — данки. В общем, в данках ничего сложного нет. Они у вас должны быть, конечно, прокачаны. Вы должны находиться под кольцом и нажать кнопку броска вместе с кнопкой ускорения. У меня данки стали получаться где-то после того, как я их прокачал до 80. До этого же момента вместо данков у вас будут получаться лейапы. Так что лучше прокачать сначала их, а потом уж для красоты данки. А еще обратите внимание, что данки у центрового получаются именно только под кольцом. Это не легкий нападающий, который может с центра площадки прыгнуть и зафигачить данк. Нет, это тяжелые кабаны, которые пасутся только под кольцом. Теперь давайте поговорим об ошибках, которые вы будете совершать, играя за центрового. Во-первых, просьба отдать пас, когда вы закрыты. Собственно, вы можете сейчас видеть такие ситуации, когда я просил пас и мяч перехватывали. Надо было ему, а вот в отрыве, например, вот, ну не дебил я. Или вот бегу под кольцо, закрытый двумя соперниками. Просите пас только, когда вы полностью открыты. Не надейтесь, что искусственный интеллект вам подыграет. Ну, с подборами все понятно. Как я и говорил, неправильно выбранное место и время для прыжка. Вот как я такому коротышке проиграл подбор, скажите мне. Вот здесь рано прыгнул, Перкинс подобрал мяч. Здесь тоже рано прыгнул, еще и дал забить. Далее, ранний блок и потеря оппонента. Вот тут потерял своего оппонента, видите, он спокойно забивает. Здесь я раньше времени начал блокировать, сейчас увидите. Вот раньше времени прыгнул, потерял оппонента, он подобрал и забил. Вот я придурок, правда. Опять тут, что я там бегаю, потерял Перкинса, рано прыгнул и он забил. И, наконец, ошибка в нападении, когда вы пытаетесь забить, а вокруг много оппонентов вас обязательно накроют. Вот как здесь или как здесь, сейчас еще горшок сверху получу. О, паньки. Ну, про фаллы все понятно. Чем лучше вы будете играть, тем чаще на вас будут фалить. Под кольцо идите, бросайте и получайте фол. Ну, в смысле, фол получит ваш противник. Смотрите, конечно, чтобы не было вокруг много игроков, тогда, скорее всего, вас просто накроют. А так, если перед вами всего один, кидайте, скорее всего, на вас сфалят. Открылся, получил пас и фол. Вот, сволочь, не дали забить. Или вот здесь, наше любимое, проталкиваешь под кольцом, бросаешь и фол. Выгнулся дугой. Здесь бы, конечно, мяч, наверное, вышел, я бы не забил, но фол. О, вот здесь данк с фолом. А еще в конце игры любят пофалить, если немного проигрывают. В общем, 11 раз на мне сфалили за время игры, так что время пробивать свободные броски. В принципе, в этой игре свободные броски забиваются без проблем, даже можно их и не прокачивать. Просто вы привыкнете нажимать кнопку, отпускать, точнее, кнопку тогда, когда надо, и будете все время их забивать. Прокачка свободных бросков всего лишь дает больший промежуток времени, когда можно кнопку отпустить и забить. А иначе вам надо попадать тютелька в тютельку. Вот, почти не забил. А так, видите, чуть позже, чуть раньше все время попадаю. Хотя, прямо скажу, вот, вот, да, один раз промахнусь, это я уже расслабился. Так что прокачивайте свободные броски, постольку, поскольку будут свободные скиллпоинты, и больше не хотите кого-нибудь вкладывать, вкладывайте в свободные броски. Ну и упомяну ассисты. У меня за матч был всего один ассист. Вообще, это не самая сильная сторона центровых, так что особо не рассчитывайте, что будете великим распасовщиком. Надо упомянуть и некоторые неприятные баги игры. Вот, например, оп, исчезли люди куда-то. А вот это не баг, а скорее проблема искусственного интеллекта. Вот куда он давал пас, почему они вышли из игры. Еще бывает, они нарушают правила зоны таким образом. А вот это самый раздражающий баг. Видите, я должен пробивать свободные, а судья мне мячик не дает. И вот так стоим несколько секунд, пока он не отмирает, и, наконец, можно играть. Но вообще, я вам крайне рекомендую отключать автосейв, потому что самые большие проблемы именно из-за автосейва. И сохранять все свои игры, потом вручную сыграли игру, заведите себя за правило, заходить в сейв и сохранять. Причем не в один и тот же постоянно, а сделайте пять разных, и в них по очереди сохраняйте. Ну вот мы и подошли к концу игры. Сейчас я объясню, что значат каждые цифры вот в этой таблице. Перформанс – это как вы провели игру. Здесь скиллпоинты складываются из забитых очков. Каждое очко 17 скиллпоинтов. Из подобранных подборов каждый подбор 33 скиллпоинта, каждый блок 34 скиллпоинта и так далее. Ассист 22 скиллпоинта, незабитый бросок минус 6 скиллпоинтов. Вот я наиграл на 1309. Тиммейт грейд – это ваша оценка игры. А плюс 1000. А ровно 800. А минус 600. В общем, каждая градация – 200 очков. Так что даже важнее можно проиграть, но набрать больше очков. Потому что за победу, как видите, дается 100 очков. За проигрыш – минус 100, то есть 200. И за каждую градацию дается 200. Так что мне кажется, важнее набрать А плюс, чем А минус. Но при этом выиграть, а при А плюс проиграть. Хайлайт плей – это повторы ваших замечательных действий в перерыве. Уин бонус – это за победу или за проигрыш. Дальше. Объектив 1, 2, 1, 2, 3. Это в начале игры вам даются какие задания. Если вы их выполняете, то вот вам еще дополнительные очки. Такая развлекуха. А дайнемик гол – это задание в процессе игры. Вот у меня были задания, по-моему, в одной из четвертей не потерять мяч, что я с успехом провалил. А второе задание в одной из четвертей – забить одно очко, взять один подбор, сделать один блок или перехват и один ассист. Тоже провалил, ведь мне ничего за это не дали. Ну и за то, что я стал игроком матча, еще плюс 100 очков. Ну и напомню, что во время ключевых игр, в конце, после ключевых игр, все ваши очки еще и умножатся на два. То есть, получите в два раза больше. В данном случае я мог бы получить 5800 скиллпоинтов почти. Ну и посмотрим статистику матча. В принципе, я думаю, вам тут все понятно. Единственное, вот position battle, и видите, шкала от U до matchup. Это означает, кто лучше провел матч – вы или ваш соперник по амплуа из другой команды. Как видите, шкала в мою сторону, это значит, что матч провел лучше я и очень даже конкретно. Ну и пресс-конференция после игры. Она, на самом деле, не особо влияет на саму игру. Просто дополнительно, если вы отвечаете положительно, вот в конце три положительных вверх стрелочки, вам дадут еще немножечко скиллпоинтов. Если отрицательно, то чуть-чуть скиллпоинтов отнимется. Кроме того, высокие отношения в команде вроде бы как помогут в вашей игре, то есть вам чаще будут пассы отдавать и вообще на вас равняться. Высокие отношения со стороны болельщиков будут означать, что во время игр будут скандировать ваше погоняло. Ну и League White Popularity еще что-то значит. В общем, это не особо важно. Правильные ответы на вопросы пресс-конференции лежат в сети. Можете найти и отвечать. Ну, в общем, на этом, кажется, все. Вы слышали Лешу Халецкого. Подписывайтесь на канал «Леша играет». И по поводу NBA 2K12 я планирую сделать еще одну серию, в которой буду рассказывать о тренировке скорости. Такая маленькая, просто чтобы объяснить, как на этом очке заработать и легче прокачать скорость. Все. Спасибо, что смотрели. Удачи вам. Продолжение следует... Продолжение следует...